В эфире библейский портал Экзегет. К нам пришел вопрос, как бороться с жестокостью у школьников. Я думаю, что мы можем бороться с жестокостью только у своих детей, которые стали школьниками, потому что прийти в класс и наводить порядок фактически в чужих семьях нам просто никто не даст. Поэтому мы можем воспитать своих детей. Чем? Примером. Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Это совет из послания к Титу апостола Павла. А еще в послании к римлянам у него есть удивительные слова. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Вы знаете, мы делаем эти слова девизом наших приходских походов и лагерей. Мы всех собираем, и я даже объявляю, что это наш девиз. Конечно, если у тебя есть братолюбие и нежность, то никакой жестокости не будет. И если ты научил своего ребенка к нему нежестоким отношениям, и он не будет жесток. А если у него еще есть два братика и две сестренки, или хотя бы одна, то он к ним, естественно, воспитается в нежности и в братолюбии. Поэтому здесь вопрос о том, что в семье не должно быть жестокости. Отец и мать не должны быть жестоки. Вы знаете, это не всегда бывает. Более того, даже в православных семьях очень часто отцы свою жестокость, свою черствость пытаются оправдать своим главенством в семье именно таким библейским. О том, что жена во всем дослушается своего мужа, как апостол говорит. Но я хочу напомнить, что это глубочайшее искажение понимания власти мужа в семье. Любая христианская власть копирует, она подражает, точнее, власти Иисуса Христа в церкви. Иисус Христос властвует в церкви через распятие на кресте. Вот такова его любовь. Это любовь, которая основывается на словах «сын человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для спасения многих». И власть отца в семье, и власть родителей над детьми, она такая, понимаете? Она не жестокая, она не подавляющая, она не унижающая. И вот если отец и мать так властвуют в семье, то, конечно, у вас не вырастет жестокий ребенок. Он будет просто транслировать это дальше в мир, как хорошо ему в семье, как ласково, как нежно, как братолюбиво. Субтитры создавал DimaTorzok